В Черкесске увековечили имя заслуженного врача России, отличника здравоохранения СССР Алексея Адамовича Хуранова. На здании городской поликлиники появилась мемориальная доска в честь одного из самых известных врачей Карачаева Черкесии. На открытие побывала Фатима Даурова. Холодным декабрьским утром у входа в здание Черкесской городской поликлиники собрались люди. Они пришли на торжественное открытие мемориальной доски в честь одного из самых активных участников становления современной медицины в Карачаево-Черкесии Алексея Адамовича Хуранова. Человека, который сыграл огромную роль в жизни многих людей, спасая их от недугов и болезней. Алексей Адамович прожил удивительную жизнь, удивительно долгую жизнь. Не в смысле того, что судьба и природа дала ему возможность прожить 80 лет. Он прожил ее с точки зрения того позитивного человеческого следа, который он оставил в истории Карачаева-Черкесии, в истории тысяч жителей этой республики. И как врач, и как организатор работы учреждений здравоохранения Карачаева-Черкесии. Здесь уже было сказано, что он был одним из тех людей, который делал первые шаги в становлении медицины нашей тогда области, а потом уже республики. Алексей Адамович начинал свой трудовой путь как сельский врач и достиг должности заведующего отделом здравоохранения Карачаева-Черкесского обл.исполкома. Будучи на этом посту, внес ощутимый вклад в развитие системы здравоохранения региона. Но острое желание помогать больным и быть ближе к людям заставило его сменить министерское кресло на кабинет врача. Много лет он возглавлял Черкесскую городскую поликлинику. И именно в годы его руководства она превратилась в самостоятельное, хорошо оснащенное лечебное учреждение с высокой посещаемостью. Будучи талантливым организатором и отличным хирургом, Алексей Адамович посвятил свою жизнь двум основным направлениям – лечебно-хирургической практике и управленческой деятельности. Став главным врачом поликлиники, долгое время он создавал то, что мы сегодня имеем. Все службы, кроме терапевтической, он создавал. Вот это здание, где мы сейчас присутствуем, тоже построено по его настоянию. Очень трудно он добивался строительства этого корпуса. И что дало возможность, конечно, в более комфортных условиях, современным оборудованием трудиться нашему коллективу. Вспоминая Алексея Хуранова, выступающие особенными словами отмечали его высокий профессионализм, последовательность и принципиальность в делах, чуткое, внимательное отношение к людям. А его сын Руслан благодарен отцу за свое воспитание, за нравственное и моральное качество, которое он привел ему и за жизнь, которую подарил. Он был не потому, что ему отец, он был очень одаренный человек, у него не было врагов, для него не было людей разных, одной, национальности не имело для него никакого значения. Он был большим патриотом своего народа, Абхазии. Он не мысел в своей жизни без общества, близких, родных своих людей. Он был бессеребренник. Знаете, как говорят, что если сделать доброе дело, отойди на безопасное расстание, чтобы волна благодарности не смыла тебя. Он не боялся отходить. Он делал доброе дело и забывал об этом. Но люди не забывали. За свою жизнь Алексей Адамович Хуранов был удостоен самых высоких званий и наград. Отличник здравоохранения СССР, заслуженный врач Российской Федерации, народный врач Карачаево-Черкесской Республики, почетный гражданин города Черкеска. А теперь доска памяти с его именем будет висеть на самом почетном месте, на фасаде того самого здания, инициатором строительства которого он выступил сам. И куда обращаются сотни горожан ежедневно за медицинской помощью. Ее Алексей Адамович оказывал всем нуждающимся. Фатима Дорова, Анжела Аджибекова, Мухаммеда Шибоков, Вести, Карачаево-Черкесия.